Итак, сегодня мы продолжаем вторую часть нашего классного идиотизма. Надеюсь, кто-то припоминает такую рубрику. Я решился пока не дождаться Хромакея, а видео про шуешников немного надоели, поэтому я решил взять отпуск от шизов. Часть и задумок для этого видео я постараюсь вместить в третий выпуск, видео Хромакея и так далее. В прошлом выпуске мы остановились во временах до космологии и рассмотрели первые два закона Ньютона. Достаточно скучное время. Сейчас мы начнем с небольшой истории про Ньютоновскую гравитацию. Устаревшая, но все еще эффективная теория на масштабах Земли. Она является продолжением брейншторма Ньютона в отсутствии ютапчиков из Путифая в 17 веке и стала главной моделью, описывавшей мир более 200 лет, но, как позже окажется, столкнулась со своими проблемами. Такими? Смотрите это видео и получаете не только удовольствие, но и пятерочки в школке и уважение от отличников, которые тратят дни на чтение скучных материалов. Ну а мы же начинаем. К концу 1680-х остается неизвестным, как небесные тела движутся. Точнее, что вызывает их движение. К этому времени Коперник научил плепсов, что это не планеты и солнце движутся вокруг Земли, а наоборот, Земля и планеты вокруг Солнца. Ньютон к этому времени уже открыл свой второй закон, согласно которому объекты не движутся просто так, без какой-то определенной силы, которая подталкивает их к этому. К этому времени считается, что все это происходит из-за квинтэссенции. Эта идея берет начало из размышления Аристотеля, который считал, что все состоит из четырех элементов. Воздух, вода, огонь и земля. И вскоре к этой модели прибавился пятый элемент, квинтэссенция, которая, как верилось, ответственна за движение небесных тел и их структуру. Объяснение звучало так. Возможно, существует некий эфир, похожий по свойствам на газ, и давление которого определяет скорость, за которую планеты совершают в полный оборот. И именно она вызывает их движение. Как вы понимаете, что-то это не особо многообещающе звучит, и появляется необходимость в теории, которую не способен придумать даже средневековый сын средневековой маминой подруги. И вскоре она была найдена. Квест по поиску этой самой теории входит уже ранее упомянутый Исаак Ньютон. Но для начала разберем всю эту мишуру по полочкам. Чтобы понять, с помощью каких рассуждений Ньютон дошел до открытия своего закона гравитации, нужно вернуться ко второму закону Ньютона, который уже обсуждался в первой части. Но если коротко, он заметил такую невероятную вещь, что чем сильнее пихаешь объект, тем больше он сдвигается. И при том, не прилагая никакой силы, объект не будет двигаться сам по себе. Идеально. Теперь нужно дойти до третьего закона Ньютона, и здесь он будет не менее важным. Условно говоря, сталкивая шары, он обнаружил, что в их последующем после столкновения движений, есть какая-то странная закономерность. Представим, что эти шары движутся по полностью гладкой поверхности, и являются одинаковыми по всем параметрам. Стрелки здесь означают направление и величину скорости. Давайте посмотрим еще раз, но уже в замедленной версии. Ничего не видите? Скорость первого шара после столкновения передалась второму, но с полностью противоположным направлением. В реальности это труднее заметить, так как есть трение поверхности и сопротивление воздуха, но в идеальных условиях это выглядит именно так. Кто не верит, можете посмотреть видос подобного эксперимента на МКС, а мы пойдем дальше. Из этого простого эксперимента вытекает очень важная вещь, третий закон Ньютона, что любое действие вызывает равное и противоположное воздействие. Почему равное? Потому что если посчитать общую скорость этих двух шаров до и после столкновения, она будет одинаковой. Просто они поменяли направление на противоположное. В ваших учебниках это называется сохранение импульса, так что теперь вы знаете, что это. На самом деле, все намного более заковыристо, но общий смысл примерно таков. На любую силу есть какая-то другая, имеющая противоположное направление. Сила же это то, что вызывает движение, как мы все помним. У нас на руках теперь есть все, чтобы открыть закон всемирного тяготения Ньютона. Он как-то раз увидел, как с дерева упало яблоко. И нет, не ему на голову. Так что за голову Ньютона можно не беспокоиться. Но это наблюдение вызвало у него вопрос. Нечто вызвало движение этого яблока в сторону Земли. Какая-то сила. Но как высоко она достигает? Если скинуть что-то с горы, то она тоже упадет. Значит, эта сила имеет очень большой радиус действия. А из третьего закона мы знаем, что яблоко ответило такой же силой, просто в другом направлении. То есть заставило Землю падать в свою сторону. И так как мы не видим падения объектов в сторону каких-то маленьких тел, Земля, очевидно, не падает на яблоко, а наоборот, то, видимо, эта сила зависит от массы объекта. И решил, что, видимо, это та же самая сила, что и заставляет Луну двигаться. Браво, дамы и господа, мы открыли самое простое описание гравитации. Осталось дело за малым. Так как гравитация исходит со всех частей Земли, то она распространяется сферически, так как Земля является, условно говоря, шаром. Извиняюсь, я не придумал никакой топовой шутки про плоскую Землю. Ну, в общем, исходя из того, что гравитационное влияние на Луну и на яблоко не одинаковое, то ее сила должна слабеть с увеличением расстояния до центра массы, то есть до центра Земли. А так как поверхность шара пропорциональна ее радиусу в квадрате, то есть чем больше радиус сферы, тем больше ее поверхность, то и гравитация должна слабеть с увеличением дальности ее влияния. Или, говоря по-другому, радиуса в квадрате, используя формулу с геометрией, но это уже детали. Из этого выводится вот эта формула тяготения, где f — это сила, m1 и m2 — это массы взаимодействующих объектов, r — это радиус в квадрате, причем он находится в делителе, потому что по мере увеличения расстояния оно слабеет, как мы уже ранее говорили. То есть когда ты делишь что-то на большое число, то получаешь в результате малое значение. И g — это гравитационное постоянное. Что это такое, мы пока пропустим, так как гравитационное постоянное — это не самый простой пример для понимания значений постоянных в физике. Того, что они означают и какую роль играют в реальности, и странности, связанные с ними. О постоянных будет куда больше разговоров в следующем выпуске. И там мы уже рассмотрим другую, более простую, под названием «Планковская постоянная». Суть в том, что это некое измеренное значение, которое никогда не меняется и которое есть в любом учебнике, и даже дается на экзаменах. Как именно работают орбиты, исходя из ньютоновской модели, мы тут говорить не будем. Все-таки это не лекция, а научпоп, так сказать. Если я начну объяснять здесь это, то это будет слишком уже большой тухляк. Но важно то, что эта формула меняет абсолютно все. Появляются объяснения, почему планеты и звезды движутся. Становится понятным структура Солнечной системы. Ее удерживает не некие эфиры, а гравитация, исходящая от Солнца. И данный закон находит свое применение не только в астрономии, но и в инженерном деле, механике и многом другом. Но интересующиеся чуваки пытаются обнаружить что-то необычное, что может существовать, согласно этой теории. Как вы помните из первого выпуска, уже известно, что скорость света, вероятно, конечна. И возникают описания объектов, которые настолько массивны, что не выпускают никакое излучение из своих поверхностей, в том числе и свет, так как оно оказывается в ловушке и банально не может покинуть ее. Кстати, ничего не напоминает. Это прародители современных черных дыр. Только тогда она называлась темная звезда. Ньютонская модель служит абсолютно идеально целые 200 лет. Как вы думаете, является ли оно конечной теорией, которая может описать абсолютно все? А вот не тут-то было. Как я говорил ранее, каждый выпуск будет интереснее предыдущего, поэтому новая теория, дающая ответ на старые проблемы, порождает новые, еще более интересные. Первая проблема уже появляется сразу на релизе, и называется парадокс Бентли. С крутыми автомобилями этот парадокс никак не связан, честно. Зато звучит он так. Представим, что вселенная вечна во времени, и у нее нет ни конца, ни начала. Между объектами в космосе существует только одна сила, и она притягивает объекты, звезды, про галактики тогда не знали, друг к другу. Чувствуете проблему? Со временем все объекты должны были бы столкнуться, притянувшись к какой-то единой точке, общему центру массы. И в итоге не существовало бы абсолютно ничего. Все это давно бы произошло, если у времени нет начала, и между объектами существует только сила притяжения. Что-то все-таки здесь не вяжется. Ньютон объясняет это самым простым способом для средних веков, то есть божественными силами. Он утверждает, что Бог предотвращает крах, внося постоянное мельчайшее исправление. Так он писал, «Необходимо постоянное чудо, чтобы солнце и неподвижные звезды не мчались друг к другу под действием гравитации». Но, понятное дело, одним Иисусом здесь проблему не решишь, и дело в чем-то другом. Теперь второе. В середине 19 века обнаруживается, что с интервалом в 100 лет плоскость, на которой вращается планета Меркурий, меняется, отклоняясь вниз и вверх на 1,6 градуса. Немного она уже заметна на современных тогда инструментах. Такое невозможно, по крайней мере, согласно ньютоновской модели. Есть способ решения, который начинает рассматриваться. Это существование планеты под названием вулкан, который своим воздействием немного отклоняет Меркурий. По теории, она слабо заметна из-за своего размера и близости к Солнцу. На этой пикче самая близкая планета – это тот самый гипотетический вулкан. Тратится десятилетие, чтобы ее найти, но все безуспешно. Эта история, в свою очередь, напоминает современную темную материю, которую также долго ищут и найти не могут, словно потерявшийся в доме носок. Для решения этой проблемы нам нужно ждать вот этого вот челика. В этот момент многие начинают подумать о том, что эта модель гравитации явно не полная. Что же касается космологии. На этом этапе структура космоса все еще неизвестна. Космос представляется все еще такой пустотой, равномерно заполненной звездами. Возможно, с другими планетами на них, которые каким-то образом со временем не врезаются друг в друга. Зато с увеличением чувствительности инструментов обнаруживаются вот такие вот штуки, которые являются непонятно чем. Самой заметной из них была так называемая Туманность Андромеды, известная еще из древности. Но вскоре таких очень похожих туманностей находится очень много. И они часто имеют, ну уж слишком подозрительное сходство. Здесь также появляются свои версии и гипотезы того, что это за хрень такая. Кто-то все-таки считает, что это простые туманности. Другие же выдвигают версии, что это другие островки вселенной. Точно определить пока что не представляется возможным, так как определять расстояние в космическом пространстве в 19 веке очень трудно. Загогульность здесь заключается в том, что это может быть гигантский объект, расположенный очень далеко, или маленький объект, расположенный очень близко. И с земли они будут выглядеть примерно одинаковыми по величине. Этот эффект можно заметить, если вы смотрите сблизи на какой-то маленький объект. И он будет занимать большую область вашей видимости, чем какой-то далекий, но большой. Это показано на этой оптической иллюзии. Верхний круг на самом деле имеет такой же размер, как и нижний. Просто он, условно говоря, ближе к нам. Все это, конечно, интересно, но остается вторая часть истории. К началу 19 века появляются достаточно чувствительные инструменты, чтобы попытаться увидеть реальность на ее самых маленьких масштабах. То есть в масштабах маленьких частиц. Но, как я ранее говорил, это все развивается отдельно от изучения больших вещей. Из-за того, что вещи там ведут себя совсем не так, как в привычном мире, да и всякая фигня из повседневной жизни там настолько слаба, что ее практически можно игнорировать. Вроде той же Гравити. В будущих выпусках станет понятным, почему именно на ней делается такой акцент. Но чтобы не перегревать наши зумерские разумы, это уже будет в следующем выпуске. Первым, в котором будут обсуждаться маленькие вещи. Намного меньше песчинки на пляже, или количество денег на карте. Хотя, насчет последнего, я не уверен. А на этом мы заканчиваем второй выпуск.